сегодня 15 апреля 2021 года мне захотелось в режиме импровизации попробовать прокомментировать учение живой этики которое когда-то для меня было самым главным и базовым учением я был в начале 90-х очень таким активным рейриховцем хотя после этого через несколько лет мне уже стало некомфортно находиться в рейрихской секте как я сейчас ее называю потому что фактически все духовные движения очень тяготеют к сектанству то есть к такому пониманию своей роли которая можно озвучить формулой нашей веры истины а все остальные ошибочные ну вот через какое-то время мне стало вот некомфортно с такой формулой жить но любовь к рейрихскому учению книгам рейрихов к елены ивановны николая константиновича их сыновьям юрию святославу но мне осталось на всю жизнь это ну вот как мой духовный альмаматор вот самые такие лучшие воспоминания связано у меня именно с рейрихским учением первые вот шаги по стезе вот духовного какого-то развития и вот я сейчас включу демонстрацию экрана и попробую прокомментировать учение живой этики когда-то я читал в основном только учение живой этики и всю рейрихскую литературу и я очень хорошо знал рейрихское учение живой этики письма элены и ванны очень быстро мог любую цитату из этого учения найти но затем я стал изучать другие исторические учения и сейчас уже живой живую этику я читаю гораздо реже какие-то отрывки из него не говоря уже что про в режиме от регулярного чтения это у меня уже как бы живую этику я не читаю но вот сегодня захотелось вспомнить те ощущения которые у меня были при чтении любимого моего учения живой этики и попробую прочитать вот мы сейчас открыли страницу на сайте 3d.net где онлайн выложены тексты и вот начну читать книгу которая называется зов в новую россию моя первая весть что понимали рейрихи под новой россии наверное страну в которой вот после великой октябрьской социалистической революции ну население этой страны стало строить вот социализм и многие новые идеи устремили людей в светлое будущее они его немножко так искаженно понимали но вот идея коммунизма она очень светлая такая и позитивная идея я сейчас не буду говорить что на пути воплощение этой идеи многое было сделано неправильно и и многое понималось неправильно но сама идея которая устремила людей к новым каким-то высоким целям светлым она вообще позитивная очень и вот в новую россию моя первая весть это одновременно имеет фраза несколько смыслов первый смысл это в россию которая пошла новым путем именно в те времена когда жили рейрихи вот советская власть ссср путь социализма устремление к коммунизму но одновременно эта же фраза имеет несколько смыслов и можно понимать и более глубокие какие-то смыслы и тогда новая россия уже подразумевается та россия которая будет в будущем которая даже по отношению вот к нашему прошлому социалистическому будет новым вот сейчас мы живем в россии которую пока нельзя назвать новой но если люди устремятся жить по каким-то высоким духовным этическим нормам взаимоотношения между собой то у россии будет шанс стать именно той новой россии гражданам которой обращено учение живой этики она обращенной только к тем людям россии которые выбрали духовный путь они живут жизнью вот примитивный такой обывательской жизни работа еда семья дети это все как бы хорошо и правильно и никто не предлагает отказаться от этих обычных человеческих как бы занятий жизни обычного человека в обществе но эта жизнь должна окрашиваться духовным устремлением каким-то светлым и день идеям и желанию применять в жизни от этику которая в учении рейлихов называется живой этикой а живая этика является как бы антитезой мертвы этики вот та этика которой живут люди обывательской жизнью но она во многом уже мертвы несмотря на то что они ссылаются на религиозные какие-то учения на библию коран на буддийские на ведические книги все это уже как бы очень сильно исказилась за многие века и превратилась какую-то какие-то ритуалы в какие-то машинальные исполняемые какие-то действия скорее показные чем искренне и вот живая этика она по-новому дает возможность увидеть многие этические заветы которые содержались предыдущих учениях и она как бы обновляет их и они тогда становятся живыми продолжаю читать первые строчки учения живой этики книги зов итак в новую россии моя первая весть ты давший ашрам ты давшие две жизни возвестите ну ты давший ашрам речь идет о николай константинович рерихи и ашрам ашрамом называется те общество рерихские которые возникли при жизни николай константинович они возникли нью-йорке они возникли в риге группа рерихская была такая сильная в харбине откуда потом борис николаевич который дал грани агни йоги абрамов борис николаевич абрамов переехал в россию и в россии им были записаны много томов каждый год он писал книгу и их накопилось больше 12 книг сначала были напечатаны первые 12 книг 60 по 72 потом добавлялись еще книги 59 года 58 57 и еще несколько книг вот очень замечательные этические основы были даны еще и борисом николаевичем абрамов но это было уже после учения живой этики вот а люди которые притянулись вот в ашрамы заложенные рерихами первую очередь николаем константиновичем но елена ивановна играла при этом конечно важнейшую роль потому что сплотились последователи рериха не только под идеи культуры которые в своих книгах вот озвучил николай константинович но и во многом они откликнулись на зов учителя махатмы море который дал учение живой этики и вот они изучали эти книги и это их тоже сплачивала и превращала служителей света продолжаю читать ты давший ашрам ты давший ты давший ашрам ты давшие две жизни возвестите возвестите учение живой этики и те вот новые заветы которые сейчас очень важно людям узнать очистите старые религиозные какие-то догмы и дать духовные знания в таком масштабе который соответствует нашему времени они тому времени которое было 2000 лет назад когда да когда закладывались первые вот эти традиционно предыдущие традиции религии ставшие традиционными строители и воители укрепите ступени ну под ступенями тут понимается лестница ведущая духовным вершинам то есть каждая ступенька она должна быть прочной и ступень ступеньками являются наши качества духовные качества которые мы в себе взращиваем взамен тех качеств которые стали уже для нами такими устаревшими прошлым нашим прошлым человек представляет из себя непрестанное совершенствование и расширение каких-то своих знаний этических норм от прошлых к будущим и в данный момент он уже не тот который был в прошлом но еще не тот которым будет в будущем и к будущее ведут ступени которые укрепляются нашими добрыми делами добрыми поступками вот тогда по ступени будут прочными и тогда мы поймем мы будем как бы понимать о чем идет речь когда говорится строители и воители укрепите ступени почему говорится строители и воители но строители это те кто строит новую жизнь они объединяются в рельфские группы в группы других каких-то учений духовных и строит новую жизнь хотя бы в малом масштабе своих вот духовных движений а воители потому что они являются участниками сражения сил света и сил тьмы это сражение не всегда выливается в какие-то битвы на физическом плане когда громыхают пушки льется кровь раздаются выстрелы из разного типа оружий но битва между силами света и силами тьмы ведется в каждую секунду которую мы живем даже в мирное время и эту битву надо понимать в нескольких тоже отношениях самая главная битва которую которую который человек должен одерживать победы ведется внутри его внутреннего мира внутри его самого во внутреннем мире каждого человека и это та самая битва символом которой является замечательная книга написанная на востоке бхагават гита вот когда кришна дает арджуне наставление о том как вести битву то эту книгу надо в первую очередь понимать именно как символическое повествование в котором битва ведется не между двумя армиями которые формально изображены в бхагават гите а битва это между теми положительными и отрицательными качествами внутри нас которые вот противоречат друг другу одно духовное начало которое есть внутри нас она ведет нас по духовному пути устремляет ввысь вверх а животное начало обителю которого является эгоизм грубость ненависть все такие отрицательные качества человека которые разъединяет людей которые порождают конфликты войны которые во всех религиях которым которым во всех религиях дается негативная оценка вот они являются темными силами внутри нас внутри каждого человека есть и темные и светлые силы и вот главную битву которую человек должен вести он должен вести не с какими-то другими людьми которые ему кажутся негативными а вот битву со своими негативными качествами но как правильно вести эту битву наиболее подробно дается именно в этических учениях просто сам человек не сможет победить темные свои качества если не будет читать современные духовные учения и в первую очередь этические учения но любые этические учения должны позироваться на неком мировоззрении соответствующим нашему времени современности двадцать первому веку и вот такими учениями которые дают не этику а мировоззрение являются вот ну для меня например эзотерические учения которые были импульс которым дала Елена Петровна Блавацкая и ее сподвижники затем этот импульс продолжили другие посланцы света в том числе Рерихи в том числе Алиса Бейли и вот последнее учение которое я считаю самым последним и которое дает самое правильное и широкое мировоззрение это гелозоика через данное через Генри Лоренци шведского эзотерика жизнь которого о жизни которого мы почти ничего не знаем потому что он придерживался анонимности своей личной жизни а все что он делал он делал для общего блага и считал что его главное внимание главное внимание его последователей должны привлекать строчки учения которые он принял от планетарной иерархии а не его личная жизнь поэтому он сохранил многие моменты своей жизни в анонимности почти ничего о нем мы не знаем продолжу комментировать читать строчки учения их комментировать читающий если не усвоишь перечти переждав ну это относится ко всем учениям которые часто человек начинает читать многое в них что-то не понимает он откликается читая учения как правило на какие-то очень такие важные узловые какие-то утверждения в этом учении но многие другие предложения какие-то строчки учения пролетают мимо его сознания не застревая в нем и поэтому очень важно перечитывать духовные учения потому что каждый раз перечитывая духовные учения мы не просто повторяем освежаем памяти те главные какие-то светоносные идеи которые нас привлекли при первом чтении открываем для себя что читая учения мы вдруг а вот это я в прошлый раз пропустил и не понял о чем эти строчки а сейчас вот уже прожив несколько месяцев или несколько лет или несколько семилетий я начинаю понимать что вот эти строчки имеют глубинные какие-то новые подтексты можно понимать вот одни и те же строчки сначала понимались в одном каком-то только разрезе а потом все больше и больше каких-то новых глубин в этих же строчках читающий будет находить по мере своего духовного продвижения вверх по лестнице эволюции по лестнице духовного устремления читающий если не не усвоишь перечти переждав ну обычно если человек откликается на духовное учение то очень много ему в нем нравится но чуть позже перечитывая учение он находит все больше и больше в нем того что в нем нравится сужденное не случайно и листы упадают ко времени но зима только вестник весны сужденное не случайно каждый человек находит именно то духовное эзотерическое учение или какую-то традиционную религию или какую-то секту которые другие считают чем-то негативным а для него она дает те знания которые помогают встать на путь света человеку и тогда это учение которое для других секта что-то такое негативное а для него это позитивное учение и поэтому лучше не критиковать другие учения а сплачиваться с теми единомышленниками которые откликнулись на то учение которое нравится вам то есть объединяйтесь с теми с кем вы единомышленниками являетесь и не надо спешить с оценками тех кто изучает другие учения но сужденное не случайно как сказано учение и если вы притянулись какому-то учению это не случайно и именно в нем вы найдете тех людей с которыми вы вот должны пройти какое-то время некий путь духовный потом вы может быть покинете это учение и эту группу но вот в данный момент оно это учение является сужденным и оно не случайно попалось вам и вы им заинтересовались поэтому изучайте читайте объединяйтесь с теми кто откликнулся на это же учение и листы упадают ко времени но зима только вестник весны листы упадают ко времени это символ того что все продвижения эволюционные и даже в духовном направлении вверх они все происходят в виде повторяющихся циклов которые являются не просто кружением движением по кругу а неким движением по спирали устремленные вверх своими витками и даже когда между соседними витками расстояние не очень большое все равно человек движется вверх вроде бы он совершил оборот по кругу но на следующий но это был виток спирали а не замкнутого кольца и оказавшись вроде бы в том же в той же точке вот годовой цикл является примером такой спирали вроде бы вот весной начинается цикл вовне астрологически если мы будем придерживаться и не случайно живая этика была дана 24 марта именно сразу после весеннего равноденствия когда начинается именно астрологический год и новый цикл зодиакального созвездия Оэн и вот каждый оборот спирали происходит какой-то это рассвет весной очередного цикла потом бурное цветение и рост бурный это лето цикла потом осенью созревают плоды которые мы получили за счет активности в этом цикле но потом плоды собраны начинаются холода листья деревьев падают это говорит о том что у нас начинается некая пролая то есть мы даже можем ощутить что уже не так читая учения встречаясь единомышленниками не так радостно мы приходим на эти встречи и в сознание все меньше каких-то новых духовных каких-то вот озарений приходит но это просто пролая пролая цикла который можно сравнить с зимой а после зимы всегда наступает весна и новый цикл начинается опять будет рост опять будут новые озарения рост сознания расширение сознания и плоды нового цикла будут поэтому никогда не стоит огорчаться что у нас какой-то цикл приблизился к пролая а просто надо накопить силы вот как во сне мы набираемся сил как зимой мы делаем одни какие-то дела а летом и весной совсем другие так и в духовном продвижении тоже существуют свои циклы существуют годичные циклы трехлетние циклы но одними из важнейшими являются семилетние циклы но об этом можно рассказывать очень долго и я не буду пока застревать на семилетних циклах но зима только вестник весны то есть какой бы пролая затяжной вам не казалось все равно наступит новая весна и новый цикл наступит и вы опять окрыленные устремитесь вверх и вы будете опять напитаны солнечными лучами тепло которых все будет усиливаться и усиливаться все открыто все доступно да в каких бы условиях вы не жили всегда вокруг существует и те люди которые могут для вас явиться вестниками принести весть о новых знаниях которые для вас будут новыми для кого-то они уже давно как бы освоены а для вас они будут новыми устремят вас вверх по эволюционной лестнице в книжных магазинах вы можете найти это знание в беседе с людьми в интернете сейчас интернет огромные возможности предоставил знакомство с разными учениями и вы можете откликнуться именно на то которое ближе вам это как раз будет то что для вас очень полезно все открыто все доступно во все времена так было но сейчас особо такие открытые возможности для духовного устремления потому что огромное количество литературы есть в интернете и надо только найти свое на которое звучит ваша душа я вас замкну щитом трудитесь я сказал ну это можно понимать в первую очередь как обращение Махатмы Мори к Рерихам но это же ведь учение дано Рерихам лично с одной стороны а с другой стороны все эти строчки обращены ко всем ученикам которые устремляются по пути света и в том числе и в Рериховской в Рериховском движении тогда можно представлять что здесь Махатма Мори обращается к каждому читателю живой этики но и в других учениях учителя света также встречают устремленных к свету и помогают им проходить первые ступеньки по лестнице эволюции уже духовного а не светского такого обыденного такого масштаба замкну щитом ну вы человек который устремляется по духовному направлению он очень становится защищенным я это испытал вот в первые годы когда там у меня происходили разные события там и где-то мог попасть в такие переплеты когда какие-то хулиганы могли там приставать ограбить но вот всегда из таких передел несколько было таких случаев но я был наполнен таким осознанием того что со мной ничего не может произойти потому что я нахожусь под защитой светлых сил и да когда я вот так уверенно себя вел вот те кто там вот было несколько случаев когда хулиганы даже когда их было больше приставали ко мне но я поскольку вел себя уверенно ощущал свою защищенность они как-то вот вроде бы собирались перевести в агрессию наши вот какое-то вот соприкосновение но потом как-то вот у них все это паникали это желание мы там иногда даже на духовные темы там иногда с ними начинали разговаривать или они просто как бы отвлекались на что-то другое и я шел своим путем они шли своим путем то есть защита духовных сил это то что все духовно устремленные люди ощущают на своем примере очень ярко особенно первые годы духовного устремления если они были вели обычную такую обывательскую жизнь а потом вдруг загорелись и и стали на путь духовного совершенствования лондон март 24 марта 1920 года Елена Ивановна записала такие строчки в этот день я твое благо я твоя улыбка я твоя радость я твой покой я твоя крепость я твоя смелость я твое знание ну эти строчки вот они наверное в учении живой этики запоминаются сильнее всего и в общем то они глубоко в сердце западают потому что у этих строчек есть несколько разных смыслов ну первый смысл который можно буквально из них излечь это Махатма Мори опять таки Елене Ивановне или читателю книг обращается я Махатма Мори твое благо я твоя улыбка то есть если ученик читающий учение живой этики соединяется своим сердцем по ниточке серебряной нити которая вот все во всех учениях они о серебряной нити связи с высшими мирами во всех написано это и антахкарана и сутрат сутратма и другие термины есть вот есть ниточка связи с духовными силами и в первую очередь если человек представляет учителя незримого ну вот для рельфовцев важно представлять Махатму Мори если человек представил внутри себя в своем сердце вот учителя давшего живую этику то соответственно как бы он и говорит находясь в сердце я твое благо то есть если человек с ним связан все что происходит человека будет оборачиваться благом я твоя улыбка то есть у человека всегда будет хорошее радостное настроение какие бы трудности ему не выпадали если с ним учитель все обращается на пользу на какие-то на получение нового опыта на знание того как больше не надо поступать как надо вести себя в какой-то ситуации какие бы трудности им переживали все они особенно когда учитель в сердце они все могут восприниматься не как страдание не как какая-то неудача а как то что нас укрепляет закаляет делает нас лучше я твоя радость и улыбка и радость становятся для ученика ну таким фоном который делает жизнь теплой радостной когда появляется новый смысл жизни когда для него нету серой какой-то повседневности он каждую секунду может заниматься какими-то добрыми делами служить людям самым разным образом не только физическими какими-то поступками но и устремляя светлые мысли в помощь каким-то людям очень много разных вариантов есть служение окружающим я твой покой да человек из какой-то суеты из переживания каким-то пустякам все это становится чем-то второстепенным когда учитель внутри сердца наступает некий покой и вот он может даже в общении с кем-то быть немножко так вот эмоционален даже в какой-то степени и может даже суровые какие-то слова произносить но все это произносится ну как как актер исполняет роль то есть ты контролируешь свои действия и внутри то ты находишься в покое а вот когда твои оболочки там чуть-чуть немножко или эмоционально или сурово или даже грубовато немножко с кем-то взаимодействует то это ты просто играешь роль или защитника справедливости или руководителя который разговаривает с провинившимся подчиненным или воспитатели своих детей которые провинились и которым иногда можно лаской что-то объяснить а иногда требуется более строгое суровое выражение лица но все это только роль которую играет ученик в своей жизни а внутри он чувствует что когда в его сердце поселился учитель света такой как Махатма Мори для Рериховцев или земные учителя Елена Ивановна Николай Константинович вот когда они все в сердце ученика находятся то человек все-таки большую часть своего времени пребывает в покое нету никакой суеты какой-то тревоги что вот что-то плохое с ним произойдет вот этого всего уже нету в его сознании и человек обретает покой покой как антитеза суеты вот жизнь обычных людей это как правило суета какой-то мелкими какими-то делишками даже когда он не работает вот в работе он все-таки ну как правило в какой-то ритм трудовой все-таки вот заставляет человека более в таком успокоенном состоянии находиться а вот как только он отвлекается от каких-то дел и физического труда или какого-то ментального труда то часто он попадает в состояние суеты какой-то мелкие какие-то суетные разговоры ни о чем какой-то какой-то чепухе какие-то пересуды сплетни обсуждение какой-то чепухи в виде каких-то шоу каких-то фильмов дурацких там которые не учат ничему не не делают человека лучше вот это это вся суета как мишура спадает человек и он пребывает в таком покое и во многом этот покой связан с тем что внутри находится учитель который изнутри сердца или находясь в третьем глазе внутри вот у нас здесь вот внутри как бы ты видишь его вот закрыв глаза представляя что он перед тобой учитель смотрит на тебя и тогда ты обретаешь покой я твоя крепость то есть фактически ты чувствуешь себя как внутри крепости никакие вражеские атаки которые раньше могли тебе угрожать теперь тебе не грозят если учитель в сердце живет то он защищает ученика от всех передряг а если с ним все-таки происходит что-то то это учитель допускает для того чтобы укрепить его силы и проверить насколько он окреп на пути духовного стремления я твоя смелость человек становится смелым в каком плане у него пропадает страх то есть больше он не не боится того что раньше зачастую мучило его страх это очень огромный расхититель психической энергии человек может быть бодром только накопив психическую энергию за счет пребывания в таком в равновешенном духовно ориентированном состоянии а если он занимается какими-то суетными погружением в суету смотрит какие-то слушает дурацкую музыку грубую кричащую визжащую хаотичную негармоничную если он читает какие-то книги желтую прессу какие-то скандалы в которых там описываются погружаясь в такие вибрации он становится он опустошает свою психическую энергию то есть тратит ее как в помойную яму выливает все это как в канализацию вся его энергетика у него очень слабенькая будет если он пребывает постоянно целыми днями вот в таких суетных и низкого уровня вибрациях а если он внутри в сердце его живет учитель то он становится крепким смелым я твое знание учитель обязательно посылает человеку и людей которые расширят его сознание и книги вот проходя библиотеки мимо полки он всегда рукой достанет ту книгу которая для него именно в этот момент даст очередную порцию знаний очень для него актуально или по телевизору какую-то строчку ссылку на какую-то книгу найдет или какого-то человека в интернете на канале ютуба там услышит какой-то видеоролик то есть учитель постоянно будет ему через разные самые каналы через людей через книги через видео посылать какие-то знания на которые ученик будет откликаться я твое знание это значит и незримый учитель посылает эти знания и вот генрия лоренци еще как бы дал знания о таком нашем ангеле хранителе который в греции назывался агуэйдес аугуэйд еще его как бы перевести на русский вот он тоже является тем кто всегда готов нам помочь если мы идем духовным путем а как только мы погружаемся в суету в какую-то вот в какую-то в хаотичную какое-то произведение культуры какую-то информацию такую непотребную ну у него пропадает к нам интерес и он позволяет нам вот в этой грязи перемазаться если мы хотим как бы он нам не запрещает никогда не применяют насилие светлые силы всегда когда мы в грязи хотим изваляться в грязи не только в буквальном смысле но и в эмоциональной грязи в ментальной грязи вот на всех во всех мирах тоже есть грязь если мы в ней выпачкаемся вывалиемся то нам своими силами надо очиститься лишь тогда аугуэйд наш вот ангел-хранитель и незримый учитель с ними мы сможем соединиться и вина вот за то что мы не получаем от них помощь защиту знания покой свет улыбку благо только на нас лежит они всегда готовы помочь и всегда готовы наполнить нас но если мы сами закрываемся от них вот этими грязными оболочками а через грязь духовные вибрации не проходят которые идут от наших высших каких-то руководителей от ангела-хранителя от незримого учителя вот от иерархии света вот эти энергии к нам уже перестают поступать это все равно что вот солнце закрывается тучами и уже как бы все погружается в такую сумрачную такую серую обыденность а когда облака рассеиваются то солнце ярко светит и это можно символом считать вот когда мы очищаем какие-то свои недостатки и заменяем их позитивными качествами духа то мы как бы вот эти облака рассеиваем и свет от духовной иерархии наполняет нашу ауру и психическая энергия делает нас неуязвимыми перед разными какими-то атаками всяких вирусов темных сил эмоциональных каких-то воздействий ментальных воздействий вот наша аура становится защищенной таким коконом света и этот свет рассеивает все темные удары которые пытаются попасть к нам внутрь этой ауры вот ну продолжу еще несколько строчек камень драги единой благостью в жизни сохраните ну в первую очередь под камнем драги надо понимать наше сердце вот сердце является неким таким живым кристаллом а кристалл алмаз он является антитезой какого-то обычного камня булыжника который более рыхлый вот алмаз он обладает такой плотностью твердостью и он еще прозрачный сияющий если его осветить и вот это символ нашего сердца когда в нем поселился незримый учитель а если сердце превратилось в льдышку булыжник в холодный кусок из которого излучается ненависть агрессия эгоизм то получается что мы все силы света перестают литься в наш утренний внутренний кокон в наши ауры в наше сознание и мы становимся обычными обывателями которые на которых начинаются тут же атаки всяких темных сил темных темной информации темных фильмов ментальных всякой чепухи и вот мы под развалинами этих вот хаотических обломков всяких кусков негативной информации негативных вирусов все мы заболеваем чихаем болеемся простужаемся и превращаемся в полуживых таких развалин к старости а если духовно духовную жизнь вести то мы будем хорошим здоровьем обладать правда для этого надо мудро расходовать свои силы где нужно помочь но где не нужно надо очень чувствовать где твоя помощь является важной и законной а где ты просто будешь метать бисер перед свиньями то есть вроде бы хочешь помочь а человеку только вред принесет твоя помощь потому что он должен многое делать сам своими руками и ногами человеческими а если мы начнем своей помощью подменять его собственные усилия то он превратится в тунеядца в лентяя лоботряса который уже не способен обходиться без чужой помощи а по духовному пути можно только за счет своих духовных сил идти и двигаться и чем больше сил тем стремительнее наш путь по духовному направлению поэтому камень драги единые благости в жизни сохраните ну единый он еще и потому что все сердце это то что соединяет нас со всеми людьми то есть все люди являются братьями это вот то что мы должны понять вообще все мы являемся частицами божественного мира которые на высших планах все являются одной дружной единой команды семьей но воплощаясь на физическом плане мы становимся такими индивидуальными эгоистичными людьми и вот только сердца наполненные светом могут соединить всех людей поэтому надо вот тот свет духовный который в душах духовно устремленных людей горит вот камень драги это сияющий свет внутри нас вот надо его в жизни сохранить а сохранить благостью благостью это благими поступками то есть вот совершая добрые дела взращивая положительные качества духа мы укрепляем вот камень драги сердце наше аум тат сат аум ну аум это мантра который пришел к нам из индии ему очень много лет и в нем заложено очень много эзотерической информации о которой я пока не буду сейчас говорить чем больше знаний эзотерические эзотерические учения вы прочитаете тем легче мне будет потом объяснить что такое мантры и какую роль они играют в нашей жизни дальше читаем я вы вы я частицы божественного я причем все эти я с большой буквы тут имеется ввиду я очень много разных смыслов во-первых первый смысл опять таки очевидный наш учитель незримый махатма море наш огненный ангел ангел который каждый у каждого человека еще индивидуальный есть ангел-хранитель вот я является частицы внутри нас которая едина с этими божественными всеми существами вы я это тоже речь о том что все все люди учителя какие-то представители других царств природы все внутри всех них есть частица божества монада и вот все они все они являются частью божественного какого-то еще большего существа в масштабах планеты это божественные единый божественный мир планеты и у каждой планеты у каждой планеты как вот в стране есть президент у каждой страны так на каждой планете есть верховный руководитель который руководит всей иерархией света которая есть на планете но точно такая же но каждая иерархия планеты является частью иерархии солнечной системы и есть руководитель солнечной системы который руководит иерархией всей солнечной системы И поэтому я, частицы божественного я, надо понимать в самых разных таких масштабах. Это и частица божественного я планетарного логоса, и частица солнечного логоса, и частица галактического логоса, и так до беспредельности, о чем мы на современном уровне нашего развития даже не знаем. Потому что ученые пока открыли галактики, метагалактики, а что еще дальше, еще больших масштабов, мы пока не знаем. Ну вот, учителя света, они знают еще о больших масштабах того, как устроена Вселенная, но не все знания нам пока даются, потому что мы еще многое не готовы усвоить. Ну, на этом первую такую беседу, которая была посвящена комментарии учения живой этики, я, наверное, закончу, потому что можно вокруг каждой строчки очень многое рассказать, всего, и понять, какие глубины во всех этих строчках скрыты. Но сегодня я на этом закончу. Останавливаю демонстрацию. И до новых встреч. Будут новые беседы, будут новые комментарии и других учений. А на этом сегодня заканчиваем.